Привет, друзья! Вот интересно, почему-то столько-столько много умных людей, а найти друг другу общий язык не могут. А почему это? Потому что человек эмоциональное существо. Одновременно иррациональное, и в то же самое время, всё время находится в занятости своей. Потому что его мозг так работает. У человеческого мозга есть особенность, есть эмоциональный интеллект. Это реактивное состояние в момент эмоций, и поэтому он зашоренный. И у него нет времени понять, о чём говорит ему собеседник, пока он не разгрузится, пока он снимет лишнее напряжение, пока не освободит место этому новому. И такое интересное получается, что столько много людей умных, столько много людей благородных, столько много людей с эмпатией, которые готовы чувствовать сердце полное страдания, сердце полное любви, и при этом не могут нормально разговаривать, потому что времени не хватает. Потому что мозг всё время перерабатывает информацию, и это происходит тысячи лет. Тысячи лет. И вот я недавно смотрел видео интересное. Там я выступал, и после этого те, которые меня уже знают, они адаптированы. Они слышат между словами, они слышат метафоры. А те, которые в стрессе находятся, они тут же реагируют и пишут там. Такое пишут, ну так, я помню, Пётр Первый говорил, читал. Пусть все выскажутся, чтобы дурь дурака была сразу видна. Ну, как-то так он говорил, близко к этому. Ну, мне этих людей, я их понимаю, потому что чем выше уровень напряжения, тем быстрее должна происходить обработка информации, а мозг в каких-то пиковых напряжениях зависает. Ну, там же есть некая часть машины в мозге, биоавтомат, биоробот. Мы же все-таки не с неба свалились уже такими готовыми с нашим образованием, пониманием. Мы как-то воспитывались среди поколений. Миллион лет эволюции, все внутри нашего мозга. И вот бывает момент, который называется современность. Вот современность, говорят, требует высокочастотных вибраций. Это что означает? По моему мнению, решительно, я считаю, что чем больше напряжения, тем больше происходит процессов сопоставления данных для того, чтобы понять какой-то смысл, принять какое-то решение. Вот это сопоставление иногда застревает. Вот это завистание, зацикливание от эмоционального мозга. Вы можете в стрессе зависнуть, в несчастной любви зависнуть, в счастливом состоянии зависнуть, ничего вокруг не замечая. У вас возникает узкое зрение. Так вот, надо разгрузиться сначала, выйти на состояние свободного сознания. И тогда вы можете слышать друг друга. Я и сам не всегда слышу друг друга. По три-четыре раза мне надо, чтобы кто-то что-то мне объяснял, чтобы я, наконец, услышал, понял. Это очень сложно. А я при этом тренированный человек. Я при этом, когда вот после терактов, например, помогал людям выходить из острого стресса, где люди слышать совершенно неспособные, и вместо слов научился подбирать действия синхронно текущему состоянию. И они выходили из этого состояния, такого жуткого состояния. Выходили именно тем, что они совершали действия. Я им говорил, делайте их сильнее. Например, дрожи сильнее. Например, тебе хочется хрестать себе по плечам. Делай сильнее. То есть через усиление инстинктивно-защитных действий, повторяемых. Вот почему, откуда берется вот эта вот высокочастотная вибрация. Чем больше напряжение, тем больше вот этого повторяемого действия. И вот сегодня наступил век, когда все чаще и чаще употребляют о высокочастотных вибрациях. Потому что еще несколько лет назад мне уже говорила Людмила Зыкина, почему люди не слышат моей музыки. Я говорю, потому что им легче сначала потрястись в джазе, а потом услышать твои «Течет река Бога». Она говорит, правильно говоришь. Вот поэтому сейчас еще выше эти вибрации. Люди не слышат друг друга совсем. Надо делать действия синхронные к текущему состоянию. Называются резонансные действия. Вот вы если будете делать то, что организм вам подсказывает, хочется трястись – трясись. Хочется орать – ори. Хочется зевать – зевай. Хочется петь – пой. Хочется дирижировать – дирижируй. Хочется на сканях скакать – скачи. А как же это сделать? Где же у нас время и пространство? А это можно сделать за секунды с помощью ключа. Путем моделирования этих действий. Вот ключ два – это моделирование. И ты можешь, если ты создаешь действия, которые тебе хочется сделать, тебе хочется кричать, а ты кричишь, хочется скакать, а ты скачешь, моделируй эти действия. Посмотрите в следующем ролике, как можно моделировать. И подбирая именно то действие, которое вам синхронно, то есть резонансно, вы снимаете напряжение, снимаете шоры с глаз, у вас открывается восприятие, у вас сознание освобождается для того, чтобы слышать собеседника. Да, для того, чтобы слышать друг друга, надо быть уже не в стрессе. Потому что пока вы в стрессе, мозг занят только выживанием. А чтобы слышать, чтобы созидать, чтобы творить, надо быть в состоянии глубочайшего душевного равновесия. А вместе с этим приходит накопление сил и вдохновение. До встречи, друзья!